Для того, чтобы человек мог перейти на другой уровень, чем бы он ни занимался, включая бизнес, у него есть два варианта. Первый вариант – он количественный. Например, вы можете увеличить бизнес, если вдруг у вас появится друг, который может инвестировать или предоставить вам какой-то источник ресурсов. Ну, если говорить о себе, то вы, например, знаете, каким образом быстро сбросить с себя нагрузку, напряжение и быстро ее восстановить. Может, какими-то препаратами, может, еще чем-то, может, какими-то процедурами. Ну, то есть, это тоже вариант. То есть, какие-то методы найти, чтобы сделать это быстро. Кстати, в ЦИГУН есть такие подходы и методы. То есть, в человеке накапливается не просто усталость, в нем накапливается химия усталости. То есть, свои гормоны, свои какие-то продукты метаболизма, которые соответствуют усталости. И некоторые люди накапливают всю жизнь, поэтому всю жизнь чувствуют себя уставшими. Даже когда они уже начинают отдыхать, на пенсии, все равно усталость никуда не девается. Она становится второй природой. Но можно от этого избавиться. Например, для этого есть дыхательные практики. Другие методы. Как извлечь эту усталость. То есть, в буквальном смысле слова, освободить себя от этого. И поэтому, вот, в таком краткосрочном варианте, это будет практичным выходом. То есть, если вы устали, выдохните себя, в буквальном смысле слова. Делаются быстрые выдохи. Какой-то, там, несколько минут хотя бы. Вы из себя все выдохнули. И вы выдохнете не только физические напряжения, выдохните эмоции немножко, мысли выдохните. Это тоже, кстати, вариант. И тут же, вслед за этим, вы начинаете наполняться новой энергией. Делайте глубокие вдохи, вытягивайте, потягивайте тело, например. В общем, это даст прилив сил. И если еще вы выстроите специальную практику, которая позволит вам восстанавливать, говоря современным языком, как бы, регенерацию ваших внутренних энергетических источников в виде митохондрии. В конечном итоге, о каких бы энергиях мы ни говорили, все сведется к клетке и к тому, что в клетке создают энергию. Это митохондрии. И мы можем дать вам практические советы в эту сторону, но они так или иначе связаны, прежде всего, с дыханием. И дыхание не обязательно должно быть сложным. Оно может быть эффективным инструментом для того, чтобы восстанавливать. Ну и кое-какие рекомендации там по питанию, по режиму, чтобы это можно было сделать. И есть методы дыхания уже более продвинутые, но не очень сложные, достаточно доступные, когда вы можете, буквально в смысле слова, накачиваться новой энергией через то же дыхание, например. При этом направляя энергию через телесные практики и так далее. Это один вариант. И он в любом случае нужен, полезен, так что он практичен. Второй вариант состоит в том, что мы находим методы оптимизации энергии. Во-первых, нужно научиться не тратить энергию, не терять энергию. Чем полезны внутренние, например, практики цигун или тех же боевых искусств? Потому что они этому учат. Конечно, если я там вложу в сотню ударов всю свою мощь, то, может быть, кого-то я могу уложить. Это один вариант. Другой вариант. Я подошел, сделал несколько коротких движений, не потратив почти энергии, и человек тоже, как говорится, уснул. Это совсем другой вариант. То есть оптимизация, эффективность энергии, эффективность воздействия, эффективность движений и эффективность практик. Например, если вы делаете практики, в которых вы синхронизируете и правильным образом согласуете разные уровни энергии. Например, движение – это один уровень энергии, дыхание – другой уровень энергии. Дыхание обеспечивает энергией движения, а не наоборот. Ну, хотя движение, с другой стороны, стимулирует дыхание, безусловно. Но все равно от энергии и дыхания зависит движение. И поэтому, если, например, вы знаете, как их совместить и скоординировать, не просто выдыхать, а определенным образом, то при этом эффективность вашей практики умножается. В конечном итоге все сводится ко времени. Ваша жизнь – это определенное количество дней и часов на этой планете. И в этом дне у вас определенное количество часов, которые вы можете посвятить практике. Если вы будете посвящать ее чисто количественно, то вам понадобится как минимум полчаса, а может и час растягиваться. Потом разогреться и, допустим, работа с сопротивлением еще там полчаса-час. Потом вам нужно пробежку сделать на полчаса-час или там поплавать. Потом вам нужно тот же цигун полчасика хотя бы подушать. Ну и так далее. То есть у вас весь день можно на это уйти, и при этом не факт, что он будет эффективен. Например, вот в Киа-Цигун мы совмещаем это дело. То есть вам не нужно отдельно дышать, отдельно звучать, отдельно двигаться. Все соединено. Более того, это соединено через точные научно-практические соответствия. То есть если вы знаете, какой звук издать в движении определенном и как дышать при этом, то вы одновременно, вот одну и ту же единицу времени делаете три дела. Но при этом эффективность действия становится во много раз кратно эффективнее. То есть, например, вы можете позаниматься 10 минут, и это будет равно тому, что вы позанимались другими методами часа два. За 10 минут вы достигнете этого эффекта. Мы говорим, ну, лучше позанимайтесь час или там полчаса. Но за этот час-полчаса вы наберете энергию и совершите кучу внутренних переменных процессов, которые будут равны тому, что другой человек будет тренироваться там целую неделю. И это еще и научит внутренне вас подходить к своим собственным делам и действиям таким же образом. Очень много энергии теряется, потому что мы все разделяем. Мы отдельно решаем одни вопросы, вторые, третьи. Все это можно определенным образом синхронизировать, запустить параллельно. Но для этого у вас внутри должно быть внутреннее пространство, понимающее это, работающее в этом ключе. То есть, вы можете оптимизировать работу энергии. Например, в боевых искусствах есть техники заламывания рук, ног и так далее. Ну, я, например, изучал, что можно взять человека за палец и контролировать все тело. Палец маленький, тело большое. Зачем мне пытаться там ломать руку, если она большая и сильная? Любой палец практически любого человека контролируется. Ну, это для примера. То есть, это такой принцип, который применяется для внутренних практик. В этом смысле можно заглянуть и дальше, и в то, как делается это в боевых искусствах. Но в цигун такой же принцип, но немножко на макроуровне, где мы совмещаем разные модальности, но уже в готовые такие кластеры техник, упакованные очень плотно, которые начинают воздействовать на друга и подталкивать друг друга. Поэтому, что если вы хотите всерьез, это такое же дело, как и любое другое. Если вы хотите всерьез туда вложиться, вам понадобится достаточно много времени и много энергии. Но если взять уже наработанные методы, которые уже сконцентрированы, и научить вас каким-то простым, доступным образом это делать, то вы увидите перемены и в себе, и в своей энергии, в своем состоянии сознания достаточно быстро. Это как раз вариант, когда вы начинаете двигаться по энергии, чувствуете энергию, перестаете ее тратить, быстро ее менять. Но самое главное, переводите ее в другой режим. То есть это режим смартфона, который сейчас делает больше операций, чем когда-то огромные здания, в которые вмещались себе большие компьютеры. То есть второй вариант – это оптимизация энергии, которая начинается с того, что вы начинаете изучать уже готовые оптимизированные пакеты упражнений. А потом, возможно, это каким-то образом еще и вас внутренне подтолкнет к тому, чтобы этот подход применить в собственном бизнесе, например. Потому что разницы, в общем-то, нет, энергии есть энергия, другое дело, что вы в своем деле можете это увидеть, каким образом это реализовать. Но начать можно вот с таких простых вещей. То есть мы работаем на макроуровне, выдыхаем все старое, вдыхаем все новое, усилимся, а затем мы учимся уплотнять время и ускорять процессы за счет того, что мы грамотно используем наши собственные инструменты для того, чтобы консолидировать наши силы и оптимизировать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!